Всем привет дорогие друзья и с вами как обычно Вуди. Добро пожаловать на обзор под номером 271, если я не ошибаюсь, а я не ошибся. Демок не очень много, поэтому я взял этот обзор. Да нет, конечно, просто решил, что может быть пора возвращаться в это дело. Все, видим мы уточку, видим, что это стрейф и давайте сменим физику на спэм и посмотрим карту. Сразу нам говорят, что один фраг, здесь у нас слик, а наверху ничего. То есть тут килл, все, окей. Здесь у нас слик, можем разогнаться. Утошка. Карта очень странная. Здесь наверно тоже слик. И по центру слик. И здесь можно прыгнуть. И нас отталкивает наверх. Здесь тоже слик. И куда лететь? Непонятно. Наверное, какие-то дырочки. Давайте еще раз. Я эту карту не играл вообще. Подозреваю, что нужно использовать вот эту рампу и каким-то образом забираться сразу наверх. Учитывая, что там еще слик, который можно очень эффективно использовать. Ага, килл. То есть мне дали фраг. А, и мне, наверное, надо вернуться на старт и здесь подняться наверх, да? Как-то так. Давайте снаб включу. Ну, текстуры прикольные. Вот эти рамочки у текстур, как в БАК-100. Если их, конечно, будет видно на обзоре. Дали нам батлсьют. Да, вот мы тут как раз прям так вот летим. Здесь нас пропустило. Здесь нас кидает еще. Какое-то важное сообщение. Шуттис. Таким вот образом мы не финишируем. Окей. Я понял. Эта карта недружелюбна. Хотя это было с самого начала. Понятно. Так, еще раз. Ой, не туда. Нам надо вниз. Наверное, где-то, учитывая, что это делал Илюша Форстахе, я думаю, что можно предположить, что здесь есть какая-то среза, которая позволяет миновать все. Вот эти бесполезные повороты. Так, давайте, разгоним. Нет, не разгонимся. Угу. Да, я уже старый. Че пристали сразу? Я не играл в дефраг тысячу лет. Десять тысяч лет не играл в дефраг. Все. Ща пройдем. Ну, серьезно. Это уже некрасиво со стороны маппера. Чтобы пенсионеры напрягались. Можно по верхним наверняка пройтись. А тут зелененькое, да? То есть можно в эту сторону вылететь, но я не буду этого делать. Потому что подозреваю, что опять что-то пойдет не так. Так, с одним фрагом нас пропускает. Ага, и можно вылететь где-то здесь, допустим, да? Можно где-то вылететь сбоку. И возможно куда-то туда наверх сразу залететь. Но это не точно. Так. Пусти меня. Imported message. От этого, кстати, какой-то джампад, да? Я так понимаю. А, и вот финиш, походу. Угу. Вот. Такая вот карта. Я не знаю, что я могу тут сказать. Тут есть лик, на котором можно разогнаться. И самое классное в этой карте, это уточка. То есть, по идее, по идее, каким бы то ни было образом, наверняка можно дело это облететь. Например, вот здесь рампа. То есть можно сделать дубл джамп и залететь сюда, например. Для этого нужно развернуться. И сбоку получается упасть сюда. Либо. Отсюда залететь. То есть здесь слик и, возможно, скорости хватит. Ну, не мне, а, допустим, фрогу. Который занял первое место. Ну, наверное, все. Но уточка классная. За уточку респектульки прям. Давайте еще раз пройдемся. Можно сбоку здесь, да? Залететь. А еще, если слишком быстро стрейфить, можно перелететь все это. А это уже не очень хорошо. А-а-а. Так. 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 Можно сразу начинать стрелять И Ни в коем случае не падать То есть по идее Наверное Так как мы здесь По моему Вылетаем Очень сильно Возможно можно как то подлететь И обогнуть это все Но Блин не знаю давайте посмотрим Уже демочки И разберемся Что там кто как сделал Крэйзи Россия Краснодар 32 секунды Сниму кофточку С вашего позволения Ну в УК3 Наверное все более менее линейно Стрейф хороший Ну более менее Жмет Крэйзи Очень долго Кнопку прыжок Что мешает ему набирать Чуть больше скорости 32,7 Неплохо Чистенько Никаких помарочек Ничего такого За что можно зацепиться Только вот Разве что Кнопка прыжок Которая очень долго Жмется А это Не совсем правильно Здесь стрейф Поактивнее Сразу видно Человек более опытный За рулем Еще очень поздно Начал стрелять По идеям То есть можно Насколько я понимаю Залетать Под углом И сразу начинать стрелять Кутрилекс 31,3 Так Без прыжка На рампе Неплохо Все хорошо У Кутрилекса Как и было Собственно Начинал стрелять Пораньше И в целом Стрейф пободрее Собственно Поэтому и перебил Ну Как видно По крайней мере Мразаров По другой стороне По левой Но это Ничего Собственно Не меняет Вот только Очень Плохо Получилось То что он Отскочил От рампа Высоко Здесь лишнего Не крутился Стрефит Тоже хорошо Но опять же Кнопку прыжок Очень долго Жмете Пацаны Прямо Очень долго Работайте Над этим Вот я вам Я вам Базарю Если вы Начнете Нажимать Кнопку прыжок Именно Во время Приземления То есть Когда Это нужно Не заранее Не удерживая Его после А именно В момент Тогда У вас Результаты Резко улучшатся И в целом Вы будете чувствовать Лучше Саму физику Так что Советую Пытайтесь Хотя бы Хотя бы Первые прыжки Для начала Я точно так же Начинал Первые прыжки Для начала Пытайтесь Следить за прыжком Делайте Первые прыжки Максимально Эффективными Понятно что Потом В зависимости От карты Это возможно Тяжело будет Следить Следить На среднем Киранисском Скиле Но Тем не менее Пашка 39 Используйте Типсы Я же не зря Делаю Обзоры Для вас Ребят Ну Делал И делаю Всегда Можете Мне скинуть Демочку И спросить Типа Посмотрим Скажи Что не так Я скажу Что Вот здесь Запустим Что Здесь Здесь Надо поработать Над худом Что Человек Держит Прицел Чуть ли не В центре Худа Но В целом Неплохо В целом Быстро Конечно Космобайкер Днепру Юкрейн 38 Вот Космобайкер Стрейфит Хорошо Видите Где он Держит Мышку Вот Держите Там же Видите Где Прицел У краешка У внутреннего Где Светло Зеленая Полосочка Тоненькая Вот Там Надо Мышку Держать Ооо 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 Неплохо Неплохо И прямо На краешек Финиш Зацепил Красав Так Сенат Из Петербурга Вещает На слэш Фи Очень долго Здесь Менял Сторону Для Стрейфа Ну Это Как бы Такое Конечно Это Типа Разрешите Доебаться Но Ооо Ойойой Очень Рано Начали стрелять Очень Очень Быстрый Финиш Очень Классный Финиш Туман Туман И Хейз Нихилистическая Россия Так Хейз Я так Понимаю Хейз Там Совсем С ума Сошел Уже Да У вас Ну Хейза Как Всегда Так Сказать Все В Порядке Единственное Что Я Не Уверен Как Быстрее Сверху Или Как Сделал Как Сделал В общем Сенат Либо Как Сделал Хейз Например Но Финиш У обоих Очень Хороший У Сената Даже Получше На мой Вгляд Вышло Покрасивее Не Ларва Авролин Аврам Линколь Это Этот Ачид Это Ацид 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 Красава Вот Тоже Все Хорошо Ой Как Залетел Красиво Молодец Поверху Красавчик Очень Поздно Начал Стрелять Начал Поздно Стрелять Поздно Начал Стрелять Так Третье Место Кет Ой Кет Горю Кенекс Ну Кенекса Тоже Собственно Как Всегда Все Прекрасно Конечно Нам Всем Есть Над Чем Работать Но Это Уже Надо Разбирать Как Б Мелочи Разные А так Общие Ошибки Я вам Обязательно Называю Очень Долгий Финиш Очень Долгий Финиш Мог бы Мог бы Гораздо Быстрее И Возможно Мог бы Бридж Перебить Ну Либо 28 Бы Точно Сделал И Обратите Внимание На Разницу В Топ 3 Если До Этого Все Более Менее Ровно Идут То Здесь Получается Секунда И 2 Секунды Ну Грубо Говоря Округляем Так Бридж Топ 2 Швейцария 28 Более Прямая Траектория У него Здесь Поэтому Быстрее Старт Здесь 100 Ой Очень Очень Классно Сделал Очень Классно Придумал И рано Начал Стрелять И Финиш Опять же По-моему Это Долгий Финиш Самый Хороший Финиш Как Мне Кажется Просто На Взгляд Да Я Не Тестил Ничего Просто На Глаз По-моему У Томи У Хейза Самый Лучший Финиш И Фрог 26 Хотя Возможно Сейчас У Фрога Увидим Что-то Потому что Разница Чуть ли не Полторы Секунды Ага Ага Уже Плюс 300 От Бриджа Ну 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 Здесь То же Самое По сути Вот И Финиш Видите Какой Финиш Финиш Зарешал Финиш По итогу Зарешал И На секунду Он В онлайне Перебил Всех Неплохо Неплохо ЦП Кутри Лекс 39 Без прыжка На рампе Все правильно Чтобы Высоко Не подлетать Очень Долго Прыжок Жмешь Очень Долго Поработайте Поработайте Ребята Над этим Это Основная Ошибка Она Встречается Не только У Новичков Или Там Среднего Скилла Она Встречается У всех Над этим Надо Работать Финиш Тоже Получается Что Высоко Подлетел Финиш Не очень Быстро Шаркости Йоу Шарк Вау Верфасар Ау 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 Вот Вот Оно Че Я Настя Идея Настя Идея Я думаю Что это будет Криз За оригинальность Потому Что Блин Ну Человек Постарался Он Даже Сделал Целый Круг Вокруг Вокруг Этого Столба Чтобы Сделать Этот Дабл Джамп Еще Чуть На Слики Прокатился Это Это Прикольно Это Мне нравится 31 Отпады Я не знаю Кто это Какие-то Новички Появились Которые Как всегда Всех Ебут Но Конечно В Дефраге Такого Не бывает Это Тебе Не Квик Чемпионс Где Новичок Может Затрачить Стрельбу И Все Здесь Тебе Надо Постараться Лучше Чтобы Играть Хорошо Ну Финиш Более-менее Приемлемый Он Высоко Не Подлетел Но И Быстро Не Вылетел Это Тоже Такое Сер Г Кикус Из Польши Ну Какие-то Люди Появились Не Поиграл Полгода Тоже Очень Долго Прыжок Жмет А И Да Имейте Ввиду Что Я Вам Сказал Про Прыжок Не Сжать Его Долго Это Касается Стрейф Пуш Это Тоже Касается Но В меньшей Степени Потому Что Там Наиболее Такие Как бы Высокая Слишком Динамика Ну Неплохо Неплохо Крейзи Краснодар Тоже Очень Быстрый Старт Вот Чуть 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 Быстрее Шел И Прямо В рампу Упал Не так Высоко Подлетел Вот Роут И Увидим На Слиге Можно Было Быстрее Через Через Рампу Проходил Складывается Ощущение Что Человек Знает Понятие Snap Зон Уже Ну Так Или Иначе Про Их Существование Подозревает Так Сказать Воу Ааа Тоже Интересно Тоже Интересно Рисует Он Нам Из Айвана Биза Боша Да Треугольник Возможно Он Не Оттуда Но Я Его Там Видел Квик 23.5 На 3 Секунды Ну 4 Да Возьмем Все Неплохо Я Так Скажу Точно Так Же Ааа И вот Через Рампу Но Не Мне Понравился Не То Чтобы Я Больше Расположен К рефлексорам Но Мне Подравилось То Что Он Просто Я Отдаю Личную Симпатию Правильно А не Выражаю Общее Мнение Что О Приз Оригинальность По Голосованию Там Так Что Моя Симпатия К Шаркости Потому Что Он Еще Сдел Целый Круг Он Даже Не Прослан Чуть Чуть Просликал И Все Про Стрефил Это Это Так Мило Что Он Так Сильно Хотел Этот Роуд Даже Несмотря На То Что Он По Сути Получается Медленнее Чем Стандартный Он Все Рано Сделал Волкан Ой 22 7 Неплохое Начало Достаточно Быстрое Тоже Хороший Вариант Через Рампу Боковую И Тоже Ну Вот Да Мы Наверное Сейчас Только Такие Роуты Будем Видеть Skyx Тоже Какие То Новые Люди Либо Либо Смурфы Я Не Знаю На Моем Конфиге О Хороший Дабл Джамп Это Было Красиво Так Тоже Очень Интересно Я Тоже Рампу Даже По Спейсингу Получилось 23 Очень Очень Классно Очень Классная Демка Космобайкер 19 1 Так Что нам Космобайкер Покажет По сути То же самое Только Дабл Джамп Вот у Skyx Прямо Не знаю Мне понравился Очень Классно Выглядит Ну И Эффективно Главное А И вот Здесь Он Не Делал Лишний Круг Получается И Сразу Залетит Да Еще Суть В том Что Да У него Скорости Меньше На этом Промежутке Но Он Как Минимум Даже На Финиш Залетает Заступает Он Не Летит Какое То Время Сразу На Него Заступает Из-за Этого У него Тайм Гораздо Лучше Так Пошел Разрыв Все 17 Секунды Пошли Механик 17.9 Зачем-то Дугами С Дугами С 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 Нормально Еще И В Эрпас Механик Что Что Это Механик Жесткий Да Так Вар Чепчик Вар Чепчик Че 18 8 Во Я Говорю Нет Ну Что Ты Что За Роуты Блин Не А там А там Снизу Можно Вообще Залететь Интересно Роут Классный Роут Вообще Офигенный Но А Ему Ну Нужно Фраг Жида Чтобы Завершить Карту А не Только Чтобы Пройти Наверняка То есть В любом случае Надо Туда Ити Тогда Это Еще Интереснее Как Фраг Сделать 14 7 17 5 Пуз Так Более Менее Стандартный Роут Но Это Получается Даже Быстрее Вот Роут Пуза Он Даже Получается Побыстрее Должен Быть Потому Что Варпак Очень Много Лишних Твижений По Сути Сделал Да У него Много Скорости И Возможно Можно Из Этого Роута Выжать Типа Там Плюс 100 Плюс 200 На Первых Чеках Но Все равно Это Очень Много Лишних Движений Проще Выжать Из Стандартного Роута Ну Будем Считать Что Вот Это Более Менее Стандартный Да Потому Что Его Все Нашли Ну Обзор 17 5 900 Слика Получил Вот Видишь Вот Тебе Пожалуйста Тот Же Роут Правда Он Как-то Еле Еле Там Еще Повернул На Слик Хорошо Попал И На Финиш Подлетел Тоже Низко Все Выглядит Красиво Всего Два Фрейма Зорн Занимает Третье Место Ниларва 17 1 Ацит Ацит Второе Место На Стрейфе Ацит Что С вами Произошло Ребят Верните Мне Мой 2018 А он Еще Специально Скорость Сбросил Красава Просто Красава Ацит Если Это Ты Ну Я Надеюсь Что Ачит Это Ацит А то Я Сейчас Говорю Тут Про Другого Человека Получается В В Чем То Приз За Сообразительность Ну Фрога Мы не будем Включать Потому Что Ясно Делан За Дрот Он Живет В Этой Игре Он Нолайфер Он Тупо Стрейфер Это Не Считается А вот Ну Ладно Может Не Нолайфер Я Типа Не Буду Лишнего Наговаривать Но Приз Моих Симпатий За Сообразительность Достается Ациду За Оригинальный Медленный Роуд Достается Варчепчику А за Оригинальность Просто В общем За оригинальность Мы Отдаем Шарко Эстепризы И 14.7 Фрог Хитрюга Ну Тут Все Ясно А мог А мог На финиш Получше Закинуться Мог Бы Гораздо Лучше На финиш Закинуться Давайте Еще раз Посмотрим В Таймскейле 0.5 Мог Был Залететь На финиш Гораздо Лучше Итак Здесь Он Набирает Тысяча Ой Тысяча Грю 940 Далее У него По стрейфу Естественно Все Прекрасно Здесь Просто Делает Прыжок На рампе Специально Чтобы Отлететь Не очень Высоко И Заюзать Это Слик Его Тоже Юзает Полностью И Этот Слик Тоже Юзает Полностью И Скорости Ему Как раз Хватает Чтобы Залететь Сюда И Он Мог бы Он Мог бы Наверное Он же Стрейфер Топовый Он Наверное Мог бы Как-то Подкорректировать Свою Скорость И Траекторию И Залететь На Финиш Более Эффективным Способом Итак Вот у нас Общая Таблица Общие Результаты Можете Писать Фрог Гений Да Сделана Демка Классная Ацид А это Можаров Мразаров Та карта Которую Пропустила В Чаркин Ла-ла-ла-ла-ла Короче Пишите Комментарии Ставьте Лайки Под видео И вот Это Все В общем-то Очень Очень Классные Демки Мне Подравился Шаркости Реально Кутрелекс Кутрегикс Давайте Уже Подтягивайтесь Ребята Работайте Над прыжком И Все Работайте Над прыжком И Будет Вам Счастье И Будут Вам Хорошие Рекорды И Улучшитесь Сразу Ну На этом Все Все Ребята Всем Спасибо Всем До встречи Увидимся Возможно На следующих Обзорах И Совершенно Точно На следующих Стримах Так что Все Присылайте На варкапы Не обижайте Носфа Всем Удачи Всем Пока